Вот как итоги переговоров в Минске прокомментировал председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Он пообщался с нашим корреспондентом Алексеем Конопко. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, как можно оценивать те договоренности, которые достигнуты спустя 17 часов? Конечно, какой-то результат есть. Люди встретились, поговорили. Возможно, в кулуарах, в закрытом режиме что-то было более жесткое сказано, Порошенко. Но Киев никогда не выполнял достигнутой договоренности. И не сейчас, в 15-м году. Это было в 14-м, в 13-м, с 91-го года. При советской власти, при царе, при Петре I, в Мазепе договорились и бросил все, кинул, сбежал. То есть это недоговорно способное существо в виде сегодняшних киевских властей. Я это помню прекрасно по однокласснику Стасик Рябенко. Мы 11 лет были в одном классе. Со всеми нормально можно разговаривать, с ним невозможно. Уперся, все. Он никогда не будет делать то, что мы просим от него. У вас не идет на экзамен. Вот я считаю, что сегодня экзамена не будет. Ты дурак, что ли? Мы все сидим, даем экзамен. Мы приходим, Стасик, экзамен. Нет, нет, тут тупизна такая. Знаете, такое упорство, такое животное что-то такое. Это одно. Как бы национально-психологическая архитектуристика участников переговоров. Второе. Бесполезно бумаги. Дирижер в Вашингтоне. Заставить их подписать все, что надо. И исполнять только рычаг. Газ прекратить поставлять. Никакого газа. Все долги заставить заплатить. Они должны десятки и десятки миллиардов долларов. И ошибка. Ошибка нашей страны. Еще в 1998 году мы ратифицировали здесь, в этом зале договор о дружбе. С кем вы дружить собираетесь? Только фракция ЛДПР ни одного голоса не дала. В 2010 году харьковские соглашения. С кем вы заключаете? Ни одного голоса не дали. И сейчас переговоры ведите. Документы подписывайте. Но они выполняться со стороны Киева не будут. Кровь будет проливаться. Будут гибнуть русские люди. Поэтому ополчение пусть двигается в любом направлении. Смести. Силой смести все боеспособные части Украины. То есть лишить их газа, лишить денег, лишить армии и последнее лишить населения. Надо звать население Украины в Россию. Всех, кто хотят. Мы можем половину Украины перебросить за Урал. Это 15 миллионов. Как раз то, что нам нужно, чтобы раздать им землю. Пусть живут. Питание есть. Энергия есть. И никто не будет стрелять. То есть мы должны оставить Порошенко с усучеными функциями президента Крещатика. На которой пустота. Никого нет. Тлеющие эти баллоны, шины, которые жгли на Майдане. Только так можно действовать. Только так они поймут. Сила, жесткость, охват. И чтобы Новороссия вернулась в Россию. А Галиция со Львовом ушли. Навсегда будет маленькое такое государство. И слово Украина вообще прекратит звучать. Только так действовать. А так встречается можно в Минске. Каждый год. И вот Вьетнам. 20 лет. В Женеве переговоры. Продолжаются переговоры. Новые представители. Новые соглашения. Пока Северный Вьетнам не шарахнул так, что там ничего не осталось от Южно-Вьетнамской армии. Ничего нельзя было сделать. Только военное решение. Если исходить из того, что не будут соблюдаться и эти договоренности, то каков прогноз, что будет дальше и повлияет на сегодняшнее соглашение на план США о поставках оружия? Ну, оружие они и так могут поставлять. И так при захвате определенных национальных пунктов находят образцы натовского оружия. Поэтому никаких договоренностей не надо с Америкой. Они будут поставлять. У них просто поставлять нечего. Поставлять будут с Афганистана. На какие-нибудь старые, ненужные, вышедшие из строя вооружения. И они это как хлам. Украина будет помойка. Для дальнейшего угробления. То есть угробить остатки военной техники США. Они будут заказывать себе новую. Они люди первого сорта. Славяне, украинцы. Ну что это такое? Второй сорт. Мусор. Мусор. Украина как мусор. Мусорная свалка для всех этих вот негодяев. Добровольцы всякие там эти солдаты удачи. Дикие гуси. Что там они все погибли. Преступники там все будут погибать. То есть перемолоть через украинскую помойку отходы человеческого производства. Так сказать. Человеческого общества. И отходы военной техники. И так будет длиться несколько лет. Это полигон. Полигон для США. Чтобы война пришла. Вот Кореи начали. Вьетнам. Далеко все это. Сирия, Египет, Израиль. Там Ирак. Все далеко. Вот рядом здесь. Полыхает. Можно и Россию держать пожестче. И всю Европу держать пожестче. А дирижер будет сидеть в Вашингтоне. Так что все будет продолжаться как и было. Был очень интересный момент в течение этих 17 часов. Что о том говорили. Что ЛНР и ДНР отказались подписать проект документа. Которые согласовали лидеры. В том числе Владимир Путин. Тем не менее. Запад говорит. Что ДНР и ЛНР. Отпратились к нашей марионетке. И они будут соглашаться с Путиным во всем. Получается это не так? ЛНР и ДНР ничьими марионетками не являются. Они сами вооружились. Сами подняли восстание. Защищают русских. Россию. Донбасс. Родные места. Они коренные жители. И Луганска. И Донбасса всего. И они не обязаны кого-либо слушать. Они в крови уже все. Они похоронили своих друзей. Родственников. Если бы участвовать навязывать после войны. Такое кровопролитное соглашение. По которому они никто. С ними даже разговаривать не хотят. Правильно делают. Что отказываются подписать. Ну и наверное вот последний момент. Недавно. Совсем несколько минут назад. Коммерсант передал. Что Порошенко заявил. Что достигнуто соглашение о скором освобождении Савченко. Но это все-таки не политический вопрос. Она под следствием. Возможно ли это? Или он просто обманывает? Ну он мог эту тему затронуть. В конечном итоге она никакого значения не имеет. Но я бы не отпускал ее. Нужно провести судебное заседание. И 20 лет тюрьмы. И тоже на Дальний Восток. Только так.